Здарова! С вами Евгений Емов, я музыкальный мастер. Немножко меняем формат в сторону 18+. В общем, мастера меня поймут. Те, кто подтирает за теми, кто не хочет за собой подтирать. Машинка Флойд Роуз. Вот это вот говно, которое когда-то кто-то придумал. Вот сколько было с ней ебли. Вообще, меня удивляют люди, которые покупают себе гитары с такими машинками. Я не знаю, что они хотят. Типа быть вторым Сатриани или вторым Эдди Ван Халленом. Не знаю, что они хотят доказать миру или себе. Покупают машинку, гитару с этой системой Флойд Роуз. С этим говнищем, никому не нужным. И потом не знаю, что с ней делать, как ее настраивать. Отдают ее таким бедолагам, типа как я, блин, или там любой другой чувак, который занимается обслуживанием чужих хотелок. Вот, в общем. Блядь, сейчас, пардон. Вот эта вот вся система, тупейшая подвешенная система, блин, она рассчитана на что в результате? Что человек хочет получить? Вот владение вот этой системой, то есть, как бы, от того, что он научится ей пользоваться, как-то вроде как, так ему кажется, что он научился ей пользоваться, и как от этого изменится его жизнь. И вот. Как она может измениться, блядь, от того, что он вроде как начнет делать звуки, похожие на те, которые делали вот эти вот там Сатриане, Хуяне и все остальные. Иван Халлины, хуялены, блядь. Ну, даже пускай тот же Джимми Хендрикс, блин. Хотя у него, если бы у Джимми Хендрикса был Флойд Роуз, ну, он бы сказал, знаете что, идите вы нахуй. Потому что он был нормальным, адекватным человеком, несмотря на то, что он был конченый нарк и сумасшедший человек. Ну, даже он понимал, что это полная хуйня. То есть, гораздо проще взять вот обычную тремоло-машинку, блядь. Если ты порвал струну, ты берешь ее, блядь, тупо меняешь и все, как бы, без запара, без всякой, вот. Но тут же, блядь, этот ебаный процесс занимает кучу времени, блядь. Есть в Ютюбе такие ролики, как легко, блядь, настроить Флойд Роуз, сука. Да, блядь, легко, конечно, заебись, блядь, легко, блядь. Просто это нахуйник, а это настолько скучное, мутное занятие, блядь. Вот. И, в принципе, оно бессмысленное. Почему? Потому что все вот эти вот любители Флойд Роуз, блядь, их никто никогда, они даже, блядь, не услышат. Кто они такие? Зачем? По большому счету, это просто выебон. Ну, ты возьми гитару, да, научись там на ней четко, внятно излагать свои мысли, блядь. Вот. Изучи весь массив материала, который накопило человечество, блядь, разумные люди, да? Гомо-сапиенсы, сапиенсы, еще раз сапиенсы, блядь, хуя-пенсы, блядь. И только потом покупайся вот такую херню, блядь. Изучай, как она устроена, блядь, чтобы самому ее обслуживать, нахуй. И не ебать мозги, блядь, нахуй, другим людям. Не занимать чужое время, блядь, и чужие нервы, блядь. И тогда дергай свой хуй, вот этот рычаг, как тебе хочется, как, друг, пускай каждый дрочит, как он хочет, блядь. Вот, я только за искусство, понимаете? Я не то, что там кого-то ругаю, нет, нет. Просто люди неосознанно какие-то поступки совершают, все абсолютно дебильные. Потом тратят свое время, силы, тратят силы и время других людей, блядь, непонятно на что. Вот на это кручение, верчение, блядь, хуёв, блядь, болтов и всего остального вообще. Ради чего? То есть ты должен делать что? Надо ставить себя, как меня учили, блядь. Задавать себе три вопроса. Что ты делаешь? Как ты делаешь? И самое главное, зачем ты это делаешь, блядь? Вот если ты не знаешь ответ на свои вопросы, на эти, на три, блядь, простых вопроса, тогда нахуй тебе это надо вообще, блядь. И в большом счёту тебе это вообще не тебе и никому это нахуй не надо, вот. Вот такие мои мысли. Сука. Хуй, вот туча болтов, всё это. Такой ёбаный демор, блядь. Как оно всё заебало, блядь, оно... Сука, я чё, блядь? Механик. Ёб вашу мать, блядь. Как, блядь, всё... Всё, пока. Сука. Сука. Сука.